Всем привет! Добро пожаловать на новый видеоролик по мобильной игре Черепашки Ниндзя Безумия Мутантов. И сегодня мы продолжаем играть в составе от подписчиков. Также я буду прокачивать героев согласно ваших отзывов и комментариев. Что ж, начнем. И первый написал и оставил в свой комментарий подписчица с ником Елена Ветрова. Состав Варафа Крэнк Зак. Что ж, с удовольствием иду навстречу. Давайте-ка я высажу команду, та, что играла в прошлом видео. И надеюсь состав получится достаточно интересным. Итак, друзья, надеюсь вы заметили, только 4 персонажа написала подписчица. Причем трое из них, 4-звездочные и самые сильные. Раф, Крэнк и Зак. Вот, Раф, Рокер у нас послабее. Тем не менее, сила отряда 65698 единиц. У врагов 123853. Бой будет тяжелым, друзья. Не факт, что мы победим, но все возможное я сделаю. Итак, Раф пронзает противников Саи. Рокер Раф использует вот акустический удар. Крэнк стреляет лазерами из глаз. Вот Зак бомбит из воздуха. Вот мощный атака и мы теряем, мы теряем Рафа Рокера. Крэнк продолжает атаковать лазерами из глаз. И мы теряем и этого персонажа. Вот пытается что-то сделать Зак. Да, друзья, вот у врагов остался последний герой Роксты. И наш Раф его добивает. Ну просто супер. Но, как видите, было на грани. Остался самый крутой, самый прокачанный герой. Вот, тем не менее, друзья, это победа. И мы идем с вами дальше. Итак, давайте-ка я посмотрю, кто из подписчиков дальше оставил свой состав. Итак, Саша Сметанников. Ага, друзья. Вот двое подписчиков попросили, чтобы я сыграл Марвел Фьюрючи Файт. Я думаю, друзья, я сегодня сниму это видео. Ну а пока давайте-ка введем все-таки вот состав о черепашках, ниде, безумии и мутантов. Александр Мусеенко попросил состав. Рафаэль Кожеголовый, Трак, Крэнк и Макмен. Прокачай Макменто, Саванти, Ромеро, Трако. Ну что ж, друзья. Давайте-ка мы соберем этот отряд. Отряд посильнее. Поэтому, я думаю, друзья, особых проблем у нас не будет, если мы сейчас уничтожим всех врагов. Итак, давайте-ка я высаживаю Рафа Рохера, а вместо него беру Макмена. И сейчас, надеюсь, у нас получится достаточно интересный отряд. И да, давайте-ка я перепроверю, не сделал ли я ошибку, все ли я верно собрал. Итак, Александр Мусеенко, Рафаэль есть, Кожеголова нет. Трак, Крэнк и Макмен. Трак, Крэнк. Трак, Крэнк. А вместо Зака у нас Кожеголов. Да, вот так, по-моему. По-моему, вот так верно. Да, Рафаэль, Кожеголовый, Трак, Рэнк и Макмен. Супер. Ну что ж, друзья, сила моего отряда 83 688 единиц. У врагов 123 851 единица. И я не сомневаюсь в нашей побеге. Вот если у нас был отряд послабее, он сумел вытянуть бой, то этот отряд должен вообще порвать. Итак, Макмен метает мусорный бак. Вот Кожеголовый метает камень. Раф пронзает вот Саи. Трак стреляет из пистолета. Опять же, атака Крэнга лазерами из глаз. Ну и вот противник постепенно заканчивается. Выбиваем фута и вот общими усилиями добиваем Бакстера Муху. И получаем победу. Причем идеальная победа. Никто из героев не пострадал. И это здорово. Просто, просто замечательно. Кстати, да, друзья, я не сказал. Сегодня у нас будет очередной сюрприз. Сегодня мы откроем нового четырехзвездочного персонажа. Я как раз накопил ингредиентов. Вот, чтобы, вернее, сегодня мы накопим ингредиентов. Наберем тысячу фиолетовых кубов и сумеем открыть нового четырехзвездочного персонажа. Вот. Ну а вначале давайте-ка я займусь прокачкой обычных героев. Итак, вот Александр Мусеенко попросил, чтобы я прокачал Макмена, Саванти, Ромеро и Трага. Ну что ж, так и попробуем по очереди сделать. Макмен, Макмен, Макмен. Вот он. 180 уровня. Ну что я скажу. Этот герой очень здорово и так прокачен. Вот. Для следующего перехода на новый уровень надо 3,63 миллиона. Что ж, друзья, на один уровень подниму. Пока, думаю, этого будет достаточно. Дальше давайте-ка я прокачаю Саванти, Ромеро и Трага. Саванти, Ромеро, Саванти, Ромеро. Вот он. 150 уровня, друзья. Ага. Здесь прокачка невозможна, так как герой двухзвездочный. Я могу только прокачать его оружие скипетр времени. Вот с урона 2386 до урона 2522. Вот все, что сумел сделать. Ну и давайте-ка посмотрим, что я могу сделать с Трагом. Вот он, Траг. Кстати, давайте-ка покажу его со всех сторон. Вот, кстати, надо было всех героев показать. И вот такая вот забавная анимашка. Остальные относительно Трага. Вот сейчас попробуем его поднять. Вот с 176 уровня. Я подниму его с 177. Так, друзья, думаю, будет достаточно. Ну что ж. Вот героев мы неплохо прокачали. А сейчас давайте-ка возьмем следующий состав от наших подписчиков. Максим Киряков. Состав Лео Майкера в Доне. Итак, команда черепашек. Вот, сумеем ли мы сразиться по основному сценарию, друзья, я не уверен. Но давайте-ка рискнем. Вот, если что... Ох, ничего себе, друзья. Это битва с боссом. Я не обратил внимания, друзья. У нас битва с боссом Антрексом. И я боюсь, друзья, что это будет точно слив. Это будет точно слив. Так как черепашки у нас слабо прокачаны. Вот. И если бы хотя бы было пятеро. А так очень-очень слабенько. Вот 60 тысяч сила моего отряда. У врагов 126 тысяч. То есть враг более чем в два раза сильнее. И я боюсь, друзья, что мы проиграем. Тем не менее, давайте-ка рискнем. И посмотрим, что из этого получится. Вот наш герой накапливает энергию. И Лео первый использует спецатаку. Рубит своими мечами. Отлично. Вот Митя оглушает нунчаками. Раф пронзает Саи. Здорово. Прошу прощения. Итак, Лео продолжает рубить. Доня атакует при помощи своего Бо. Вот очень просело здоровье наших героев. Вот я боюсь, друзья, сейчас может быть очень все печально. Да, вот Рафу удалось пронзить очередного противника. И мы сразу же потеряли двух бойцов. И проиграл, друзья. К сожалению, враг оказался слишком силен. И, друзья, вот такой вот печальный результат. Что ж, этот отряд нужно было брать на зачистку очередного этажа 6 канала. Да, кстати, друзья, давайте-ка мы и сделаем. Вот не хочется проигрывать. Поэтому почему бы не взять этот состав на зачистку 6 канала. Вот сейчас я нахожусь на 201 этаже. Вот. И давайте-ка я возьму все-таки команду черепашек. Мне кажется, так будет здорово. Итак, высаживаясь тех бойцов, которые играли в прошлом видео. Это были мои самые слабые персонажи. А сейчас команда из черепашек. Вот. Обычных. Итак, мне нужен Микки. Вот он. Мне нужен Донни. Замечательно. Мне нужен Лео. И Раф у нас самый крутой, самый прокачанный. И вы сейчас посмотрите, как наши черепашки здорово сработают. Даже не надо включать спецатаки. Наши герои, я уверен, и так справятся. Вот Микки оглушает мучаками. Вот Лео использует вот свою спецатаку. Рубит кого-то из врагов. Кто это, кстати, у нас? По-моему, друзья, даже, друзья, не успел, видите, рассказать, кто кого атаковал. Как враги закончились. Ну вот, что значит, вот враг послабее. И наши черепашки себя достаточно неплохо показали. Супер. Ну что ж, друзья, идем с вами дальше. И следующий состав. Ага, вот Максим Киряков попросил, чтобы я прокачал Шредера и Рея. Что ж, давайте-ка попробуем сделать и это. Вот Шредер и Рей. Да, друзья, боюсь, боссам нам надо будет самая сильная команда. Вот Шредер у нас 175 уровня. На уровень подниму до 176. Так будет, думаю, достаточно. И еще давайте-ка, друзья, прокачаем Рея тоже и его подниму на уровень. Вот сейчас, как видите, практически 3 миллиона для того, чтобы поднять на новый уровень. Кроме того, есть возможность прокачать ожерелье Рея с окульями зубами. Вот такой вот интересный артефакт. Вот сейчас урон 3857, а мне удалось поднять до урона 4652. Супер. Ну, пока как-то так. Вот я думаю, друзья, давайте-ка посмотрим для следующих составов. Итак, купи нового персонажа. Вот, друзья, с удовольствием бы купил. Вот, с удовольствием купил, но сейчас как раз нету подобных акций. Вернее, вот смотрите, как бы, друзья, вот есть. Но те, эти герои уже у меня же есть. Вот, сижу постоянно за акцией, не всегда попадается персонаж. Вот, был, как бы, ссылка на нового персонажа. Но там нужно было столько много мутагена, что ужас. Поэтому, вот, не сложилось. Ну, а сейчас давайте-ка пойдем в битву. Я вижу следующий подписчик. Горячий заяц. Написал черепашки и спринтер. Друзья, это хорошие персонажи. Я хочу взять на битву с боссом. Вот, но вначале давайте-ка попробуем прокачать героев. Я очень надеюсь, что это нам поможет. Вот, прокачки зелеными и синими кубами. И опять же, откроем новое фиолетовое персонажи. Возможно, кто-то будет с черепашек или спринтер. Итак, начнем с открытия зеленых сундуков. И в первом зеленом сундуке, вот, нам, кстати, нужны улучшения для черепашек. Нужны срочно черепашьи улучшения. Нет, это улучшения для бибопа. Вот, следующий сундук приносит нам улучшения. Для кого? Для Дони. Ну, вот, это уже здорово. Это радует. Вот, нужно было бы взять еще улучшения для всех черепашек. Тогда, вот, повышается шанс все-таки победить босса. Итак, следующий сундук приносит, опять же, улучшения для Дони. Вот, два раза улучшения для Донателло. Это, конечно же, неплохо. Но мне нужно еще улучшить Рафа, Микки и Лео. Итак, улучшения для Кейси Джонса на этот раз. Вот, не то, что надо. Нам нужны улучшения для, вот, спринтера и для черепашек. И опять, друзья, третий раз с улучшением Дони. Вот, Лео, Микки, Раф даже ни разу не выпали. Что очень печально. Вот, что здесь у нас. Улучшения для Эпилонил. И это все, что мы сумели сегодня открыть. Кроме того, друзья, есть синий сундук. И вот здесь, если будет повторение, получим фиолетовые кристаллы. И сумеем открыть нового персонажа. И что же с синим сундуке? Новый персонаж или старый? Это Рэй. Он уже был у нас трехзвездочный. Поэтому 25 фиолетовых кристаллов. И до тысячу десять фиолетовых гемов. У нас есть возможность открыть нового четырехзвездочного героя. Что ж, открываем, друзья. И кто же это выпадет? Кто же будет новый четырехзвездочный герой? И это у нас... По-моему, друзья, это Тока. Если я не ошибаюсь. Да, друзья, это Тока. Что ж, друзья. Новый четырехзвездочный герой. Жаль, что не кто-то из черепашек. И обратите внимание. Тока переместился на значительно высокое место. Десятый по силе он стал. Хотя он всего лишь 155 уровня. Вот. Давайте-ка я его, кстати, на уровень подниму. Вот. Подниму до 156. Как видите, слабенький герой. И я думаю, друзья, надо будет обязательно в следующих видео прокачать этого героя. Ну, а пока, друзья, идем с вами в битву. Вот. Интересно, сумеют ли черепашки со сплинтером победить. Вот. Если да, то это будет здорово. Вот. Вчетвером они не сумели победить. Вот. Так. Кстати, крангов высаживаем. Вчетвером не сумели победить. А если мы добавим сплинтера, сила отряда добавится. 74 755 единиц. Причем еще сплинтер подлечивает. Поэтому есть неплохой шанс победить. Мы сейчас посмотрим. Итак. Массовая битва. Вот. Массовый замес. Кинаем врагов. Пытаемся их уничтожить. Пока получается как-то неплохо. Вот. Да, друзья. Смотрите. Сплинтер подлечивает. Усиливает. Наносит мощный удар. Донни атакует при помощи своего боа. Еще одна спецатака. Лео и Рафа. Да. Отлично сработала команда. Теперь уже Микки и Домини. Причем Микки оглушает. А Донни наносит сокрушительный удар своим боа. Здорово. Итак. Еще спецатака сплинтера. Рафа и Лео. Замечательно. Микки продолжает оглушать. Враги постепенно начинают заканчиваться. И у врагов остался, по-моему, друзья, только босс. Да. Вот. И сейчас мы в пятером будем его постепенно обнулять. Мощные удары наносят повреждения. Здоровье босса проседает. Еще несколько ударов. Несколько секунд. И это победа. Ну, просто-просто фантастика. Вот порадовали. Порадовала меня команда наших черепашек со сплинтером. Вот видите, сами не могли справиться. А вот вместе с учителем сплинтером достаточно неплохо победили. Кстати, не забываем собирать награды. Вот здесь фиолетовый, зеленый, синий кубы. Опять же, ингредиенты для прокачки, усиления героев. Это здорово. Это здорово. И еще, видите, целая куча всевозможных ингредиентов и опыта, которые идут для наших героев. Вот. Здорово. Ну, что ж, друзья. Осталась у меня последняя команда от подписчиков. Это подписчик с ником Биг Ван. Мой состав девочки. Что ж, друзья. Мне кажется, это будет неплохой состав. Но я его уже возьму для зачистки 202 этажа 6 канала. Я думаю, друзья. Девчонки здесь должны справиться без особых проблем. Итак. Вот высаживаем команду, которая участвовала в прошлой битве. Это команда черепашек. Вот. Они порвали врагов очень здорово. Ну, а сейчас давайте-ка, друзья. Я возьму команду девчонок. Причем, давайте-ка я буду эту команду собирать с конца. Итак, Карай. Вот. Это Ранет. Замечательно. Это у нас Темпестра. Вот. Кто у нас еще из девчонок? Это у нас Монализа. Это Супер Ирма. И для Эйприл не хватает места. Как так, друзья? Вот. Хочу взять Эйприл. Да. Давайте-ка, друзья. Я, наверное, Темпестру высажу. Вот. Хочется взять вот все-таки Эйприл Анил. Вот. Как бы ключевой персонаж. Кстати, это, по-моему, все девчонки, которые у нас сегодня... А да, вот, друзья. Лотос. Лотос еще у нас девочка. Вот. Но, мне кажется, вот такой получился достаточно интересный отряд. Итак, вперед битву. Давайте-ка посмотрим. И сила моего отряда 50 тысяч против вражеского отряда силой 30 тысяч. Поэтому, как бы у врагов вообще нету шанса. Смотрите, что твои Карай рубит врагов катаной. Вот. Монализа забрасывает зельями. Эйприл стреляет из пистолета. Плюс подлечивает нашу команду. Ранет использует магию. И вот победа. Вот. Просто-просто супер. Ну что ж, друзья. Вот. Хорошая победа. Хороший бой. Сегодня я на этом уже с вами буду прощаться. Всем пока-пока. Вот. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Ожидайте новых серий. Пишите в отзывах, комментариях. Кого из героев усиливать, прокачивать. Я буду стараться действовать согласно ваших отзывов и комментариям. Опять же, пишите свои составы. Вот. Буду брать их по возможности. От самых первых. И пока будет возможность снимать. Кроме того, друзья. Самое главное. Чтобы не пропустить ни одну серию. Нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик возле кнопки подписка. И к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья. До новых встреч.